В священный месяц Рамадан мусульмане, отбывающие срок в исправительных учреждениях КБР, соблюдают пост. Руководство Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний и Администрации колоний пошли навстречу верующим. В распорядок дня постящихся внесены коррективы. Какие именно, знает наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Искреннее раскаяние предполагает главное условие – невозвращение к греху. Нужно осознать свою ошибку, подчеркивает заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазир Утара. Все как обычно, если не считать того, что нравоучительная беседа с верующими проходит за решетками и забором с колючей проволокой. С первых дней он нашел у нас понимание, с первых дней мы сотрудничаем с ними и понимаем, что наша надежда, что наше внимание, наши старания, они будут иметь хотя бы успех, в том случае, даже если один человек исправится, выйдет из этого учреждения, так сказать, и станет на правильную стезю. В ноябре прошлого года между Республиканским управлением ФСИН и представителями основной конфессии было подписано соглашение о сотрудничестве. По договору, духовные лица теперь проводят религиозные обряды, оказывают благотворительную и гуманитарную помощь осужденным. Администрации исправительных учреждений со своей стороны создали для этого все необходимые условия. Для наших осужденных сделаны все условия для того, чтобы они могли следовать своим религиозным обрядом, для того, чтобы они могли почитать свою веру и не были ограниченными. Проповедующие ислам постятся, более 120 осужденных постятся. Для них в исправительных учреждениях, в отрядах есть комната приема пищи. Внести изменения в распорядок в таких местах весьма непросто. Но администрация учреждений в лице начальника исправительной колонии Аслана Лихова пошла навстречу пожеланиям и духовного управления, и самих верующих. Осужденным разрешили соблюдать все требования поста. Для них специально готовят пищу до восхода солнца. Время ужина, разговения тоже смещено по графику. Приходим в мечеть, совершаем намазы. Никаких препятствий нам не создают. Все хорошо проходит. Духовное управление поддерживает нас. Приходим, совместно проводим намазы, худбы даем. В остальных исправительных учреждениях также функционируют молитвенные комнаты. Сейчас в колониях Кабардино-Балкарии Великий пост соблюдают 527 мусульман. Открытие культовых помещений для осужденных будет способствовать их исправлению, надеются в руководстве пенитенциальных учреждений. За каждым исправительным учреждением на территории Кабардино-Балкарии, в том числе и за женской колонии в поселке Советское, закреплены духовные лица. Помочь людям обрести веру, дать нуждающимся правильный совет, объяснить, что закон человеческий можно обойти, но только не суд Божий. Наша задача, говорят представители духовенства. Сейчас нет недостатка в религиозной литературе, но людям нужен живой разговор от сердца к сердцу, отмечают сами осужденные. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко, Вести, Кабардино-Балкария.